Плавно подводя итоги уходящего года, лаборатория Касперского проанализировала 10 крупнейших утечек данных 2022 года. Специалисты компании выяснили, что в сети оказались более полутора миллиардов записей с персональными данными. По словам эксперта лаборатории Юлии Новиковой, злоумышленники изучают и комбинируют утекшие базы данных. Такой подход позволяет киберпреступникам изучить потенциальную жертву и при контакте сбить ее с толку знанием многих подробностей. Обычно собираются открытые данные из нескольких источников, например, данные, с которыми вы регистрируетесь в электронной почте, либо в каком-то интернет-магазине из нескольких источников, из нескольких магазинов. Данные, ваша фамилия, имя, отчество, номер телефона, электронная почта, сведения о ваших заказах. Потом все это объединяется между собой и строится правдоподобная история, которая в дальнейшем используется для введения воззаблуждения, для того, чтобы вы предоставили доступ к своим счетам, к дополнительным сведениям, которые можно будет потом выгодно продать. Можно выделить три вида утечек и три вида их виновников. Первые два относительно безобидные – это умышленные инсайдеры, чаще всего лица, которые работали в слитых организациях, и случайные инсайдеры, которые не преднамеренно владели информацией, а после также передали ее наружу. Однако это еще цветочки. Самый опасный тип, по мнению эксперта, конечно же, хакера. Хакеры, как раз те, о которых мы все больше и больше считаем сейчас, которые специально внедряются либо в сети, в информационное пространство организации, либо частных лиц и выводят эту информацию для использования, так скажем, на коммерческую основу. Совет, конечно, не очень хороший, но минимизировать информацию о себе в социальных сетях, то есть выкладывать только необходимые сведения, а не раздавать направо-налево свой номер телефона, свою электронную почту. То есть, пускай это немножко не соответствует общей концепции развития информационного общества и так далее, но выдавать только тот необходимый перечень информации, необходимый минимум информации. Минцифры Российской Федерации в настоящее время вносят уже не первые, но качественные изменения в законопроект об оборотных штрафах. Это ответственность лиц за разглашение персональных данных и уже новая часть в этой истории – уголовная ответственность за использование утекших данных. Но всем неравнодушным гражданам России остается ждать и наблюдать за нововведениями законодательства.